Всем привет! Это канал Бородачи ТВ. Сегодня у нас идет репортаж из леса. Решили прогуляться с утра за грибами. С свежим воздухом. Могли бы лежать в теплой кроватке, но Димас кто-то решил, мы его нафиг. Гриб, Михалыч, где от него? Ага. Знаешь что, Михалыч, мне кажется, мы заблудились. Нет, нет, мы еще не заблудились. Если бы мы заблудились, ты знаешь, как бы я паниковал? Как бы тебе паниковал? Слушай, как хорошо здесь, да? Скоро ягоды пойдут, грибы. А вы знаете, там что-то есть. Спрашивают, да, вот все время у нас, да, наши радиосушатели, что мы курим? А мы не курим, откуда берем отвар? Да. Шишечка, шишки, вот, не берется шишка. Вот, с шишки у нас все хорошо. Ну, слушай, вот, видел, да, вот здесь вот как раз, да, вот шалаш на Ленина был? В этой. Возможно, здесь, да, он и, кстати, раскрывался от полиции. Я отдал и отдал эти. А сейчас тоже полиция. И мы ищем Владимира Ильича. Ну, как бы не того Владимира Ильича, а нового формата. Вот, кто его знает. Семнадцатый год нынче на дворе. Вот, мы пошли в лес. По сто лет прошло, да? Сто лет. Надо, как бы, Ленина найти. Ленин! Он свою Крупскую здесь забыл? Слушай, а если он действительно забыл здесь Крупскую? Вот реально мы куда-то уже зашли в какую Чащеву. Непонятно, где мы находимся. Слушай, я думаю, где-то вот надо через тот песок пройти. А давай, ты знаешь, где север по елке? Вот, определись сейчас. Какой елке? По муравейнику, где муравейник? Слушай, смотри, кто такую кору обдирал, а? Вот, кстати, да. Мне кажется, это бешеный Бетлонислен. Бетлонислен? Это, наверное, специально надо берять. Осторожно, здесь болото может быть. Можете спасать треслю попасть. А ты вообще смотрел фильм? Здесь стопудово Йети были. Ведьмы из Блэкборда, да? Или как там правильно называется? Здесь был Йети стопудово. Кто? Йети. Йоти? Йота? Йоти. А, сотовая пиража Йота, да? Слушай, а он это что тут? Обсмолил, да, как бы? Не знаю, но как вот. Но это же... Ну вот как хвататься за руками? Тут всё... Обсмолено. Невозможно просто. Ленин! А знаешь, есть такая ещё известная писательница? Елена Ленина. Так. Может быть, мы её должны найти? Господи. Вот она там реально всё. Дальше в лесах... Ой, я, кстати, вон Чагу нашёл. Говорят, её тоже там заваривать можно. Чагу? Где Чагу? На дереве, видишь, вон там. Слушай, давай возьмём. Вот, кстати, мы и нашли наш... сегодняшний утренний... Агварда. Да, утренний аквард. Сейчас мы его возьмём. Сорвём. Сейчас Димас пойдёт срывать. Я как бы не очень ходить по лесу. Ну кто его знает там. В своё время Димас ёлку пилил на Новый год. Было дело, да, Димас? Да. Что с ним делать? Я не знаю. Говорят, надо прикладывать к шопе. К больному месту. Слушай, держи грибы будешь, нет вообще? Слушай, Чагу будешь грызть, нет? Слушай, нормальный гриб, кстати. Очень качественный. А что с ними делать? Мне бабушка их просто собирала, что ты делала с ними? Поэтому у меня вот такой пение зеленый. Ты часто начал говорить, ну ты вообще часто вспоминаешь бабушку. Очень мало говоришь о дедушке. Вот ты мне скажи. Это началось с того момента, как бабушка стала подкладывать грибы дедушке. И лето как бы чуть позже. Дедушка всё время был в автономке с этих грибов. Как это? В автономке? Что это такое? Волшебные измененные состояния, короче. То у него диарея, то его пружиняя. Какая диарея. Слушай, я сломал ветку, мне штраф выпишут. Егерь. Надо, кстати, ветку взять. Знаешь, у нас же опять клуб этих невест будет. Мужчины против женщины. У нас там ветка мы сломали. А это главный приз. А обгорку. О, главный приз, кстати, от канала Бородач ТВ нашей невесте, которая добежит и догонит нас. Да, да. Вот, мы, возможно, будем уже тусить в этот момент на трассе. Да, и вот реально по волшебному грибу на счастье. Ну, наверное, ты первый двум, да? Исишка в том, что, знаете, ну, бывает вот так. О, а кстати, да, да. Заменитель пуш-рапа. Отличные вообще средства. И есть можно. А если мужик побежит, мы ему замунили. Заменить иммунитет. Вот это настоящий леший. Главное вот такое чудовище не делать. Пошли, Михалыч. Нет, тебе надо взять под подкладку. Слушай, отличный вообще вариант применения вот этого чудного гриба. Как это называется гриб-то? Чага. Чага гриб. Слушай, а чайный гриб я хочу сказать. Сейчас я сделаю. Подожди, может быть у меня тоже. О. Слушай, ты сразу какой солидный стал мужчина-то, а? Волшебный. Слушай, а чё у тебя с ногой-то? Да что? Упал. Упал. На пол шестого. Упал вас. Ну что, а мы, наверное, заканчиваем на этом. Нашу пронсляцию. Единственная проблема, мы не знаем, куда идти. Ау! А кто такой ау-то? Дедушка ау-то, а дедушка того, говорит. Дедушка, слушай, явно грибы. Павел, лучше нашу песню споем. Шишки падают в лесу, я иду на колбасе. И между нами метает лед. Нет. В лесу вдвоем это я пить не буду. Ты не будешь пить этот раз. Так, ну что, видишь, мы хивиковые, блин. Знаешь, как хорошо прогуляться? Да. По осеннему лесу, по весеннему. Слушай, вот действительно, мы порой не знаем. Ой, блядь, болото! Так ты давай не снимай, в туалет хочется сходить. Что это такое, блин? Дима, ты в туалет хотел? У меня уже паутины весь. Ну все, всем пока. Бородач ты его рулит. Девчонки, участвуйте в конкурсе. Да, и прибегайте сюда. Бегущая невеста, да. И вот эти вошенные подкладки вам достанутся. Да, и прибегайте на трассу. Мы здесь бегаем регулярно. Да. Ну как, регулярно. Пока не запретили. Пока не запретили, да. Ну все, всем пока. Подписывайтесь на наш канал. Вступайте в нашу группу Сосновый Бор. Ставьте лайки. И пишите гады гадости в группе. И переводите, пожалуйста, денежки Дмитрию Гарину. Да. У меня очень бедная. Ну что нет-то? Я должен был воспользоваться этим. Смотри, а чьи-то ботинки здесь по ходу дело кто-то, короче, это. Ну вот, а съели здесь. Слушай, а это по ходу дело Крупской. Может на лед забрался? Может это парашютист? Может это реально от медведя сто пудов. А, он ходит в таких пустых? Да, да. Нет, нет, не медведь. Слушай, помню в том году пропал этот самый биатлонист. Вот, вот он, вот его нашли. Слезай, все уже! Лето наступило! Алё! Птички-сидички, гули-гули-гули! Ну чё ты? Давай памятник ему поставим. Слушай, как пригодилась веточка твоя, да? Да, да. Слушай, а так вот, уже ты понимаешь, что ты вот взял и соорудил целую раздевалку. Да? Да, это раздевалка. Здесь вот кто будет проходить, он будет понимать, здесь раздевалка находится. Слушай, это можно потом будет применить на каком-нибудь дорожном знаке, да? Что здесь раздевалка. Здесь раздевалка, да. Ну ладно, всем пока! Всем пока! Спасибо! Субтитры сделал DimaTorzok